Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомить вас с экспонатами музея фресок Дионисия. Ферапонтовское собрание книг кириллической печати включает в себя немало чрезвычайно редких и ценных изданий. Сегодня речь пойдет о книге «Широкошрифтная Евангелие», изданная в московской анонимной типографии около 1564 года. Перед нами Евангелие хорошей сохранности, переплет XVIII века, доски в серой холщовой ткани, поверх которой наклеен коричневый баркат. На верхней крышке переплета имитация оклада в виде пяти гипсовых головок херувимов и двух отливок с медно-литых иконок с изображением Дейсуса, Спаса, сидящего на престоле, сторона Богородица Иоанн Тритечи со свитками. Фон позолочен, позолота на гипсовых отливах частично утрачена, обрез золочен и украшен чеканом. Евангелие содержит 399 страниц, набранных кириллицей. Печать в два цвета. Издание украшено заставками, инициалами, ломбардами, рамками на полях, концовками. На обороте верхней крышки переплета владельческая запись. Евангелие принадлежит Космодемьяновской селищской церкви крестецкого уезда Новгородской епархии. На многих листах круговая печать этой церкви. Первые печатные издания в Москве появились в середине 50-х годов XVI века. Так называемые анонимные издания, так как выходные сведения у них отсутствуют. К ним относятся несколько книг. Три Евангелия их разречают по шрифтам. Узкошрифтное, среднешрифтное и широкошрифтное. Две псалтыри и две триади. Обстоятельное изучение этих изданий в сравнении с другими славянскими первопечатными книгами показали, что они могли быть напечатаны в Москве в период между 1553 и 1564 годами, то есть еще до того, как появилась первая печатная русская датированная книга «Апостол» 1564 года. Техника печати анонимных изданий была несовершенна, отличалась в ряде случаев от европейской, в частности, технология двухцветной печати. Гравированные заставки и буквицы выполнены в традициях московских рукописных книг. Изучение бумаги, шрифтов, гравированных украшений, владельческих дарственных записей также показывает, что сохранившиеся экземпляры изданий можно отнести к концу 50-х, начала 60-х годов XVI века. До сих пор не решен вопрос и о печатниках этих книг. Возможно, в их числе был и русский первопечатник Иван Федоров, и его помощник Петр Местиславец. Называется также имя мастера печатных дел Маруша Нефедьева, о котором упомянуто в письмах Ивана IV в Новгород. Судя по письмам Маруша Нефедьев, был искусственным гравером, как и новгородский мастер Васюк Никифоров, о котором также говорится в этих письмах. Высказывается предположение, что деятельность первых анонимных московских типографий происходила при участии просвещенного священника Сильвестра, имевшего большую рукописную мастерскую. Во всяком случае, в середине 50-х годов XVI века в Москве уже действовал печатный станок. Делались первые пробы, и в этом принимали участие русские мастера-печатники, наборщики и гравюры. Вся последующая история периода русского книгопечатания связана с именем Ивана Федорова, положившего начало русскому книгопечатанию и не только в Москве, но и в Белоруссии, и на Украине.